всем привет вы на канале амигуруми life это канал о вязании меня зовут катя добро пожаловать сегодня 1 декабря и уже наступило начало зимы первый день зимы я поздравляю вас всех с этим замечательным днем с наступлением нового сезона волшебного сказочного сезона потому что новый год это один из любимых праздников как взрослых так и детей и я тоже очень его люблю поэтому с удовольствием буду ждать декабрь это самый сказочный интересный и чудесный месяц в этот месяц конечно же хочется много вязать создавать много интересных игрушек подарок для себя для своих родных и я решила что в декабре я буду снимать такие мини-влоги каждый день не знаю как будут выходить видео может быть сразу за неделю одним большим видео или маленькими такими сюжетиками каждый день если у меня будет время я конечно же постараюсь выкладывать их каждый день но монтировать и снимать это довольно много занимает времени поэтому посмотрим как я их буду выкладывать так что сегодняшний влог я начинаю и сегодня суббота 1 декабря поэтому у меня выходной у меня есть много времени чтобы заняться своим любимым делом сегодня я покажу что я вязала на прошлой неделе но вязала я не очень много потому что у меня дома сложилась такая ситуация что у меня начался ремонт и естественно я переносила часть вещей в другую комнату сама переселилась туда жить потому что ремонт у меня в спальне и вся моя мастерская теперь завалена вещами коробками и там заниматься вязанием мне довольно проблематично а также снимать конечно видео потому что половина квартира у меня сейчас находится в инструментах в побелке и во всех сопутствующих вещах которые необходимы ремонта поэтому я буду снимать конечно видео но не знаю что получится и как вообще будет поэтому сейчас покажу что я сделала за эту неделю и сегодня мне нужно сходить в магазин и купить пряжу потому что запасы мои истощились у меня очень мало осталось ниточек которые мне нужны и по цветам они не соответствуют для тех игрушек которые я хотела вязать поэтому сегодня обязательно схожу в магазин и закуплюсь пряжей той которая мне на данный момент необходима в общем сейчас мне нужно сходить в магазин и купить пряжу но на улице очень холодно минус 10 и ветер в общем не очень хочется конечно идти причем магазин у меня с пряжей доехать на нем на автобусе невозможно находится в таком от меня расстоянии что автобусы там не ходят и на машине ехать тоже не очень хочется потому что я ее потом на стоянки не поставлю сейчас вам покажу что у меня из окошком видно мою стоянку я уже говорил что живу около рынка и выходные выехать на машине просто нереально потому что назад мне приехать будет просто некуда сейчас вам покажу и так впереди вот этот синий это крытый рынок здесь продаются вещи разные а около рынка находится стоянка как я живу на девятом этаже то ее очень хорошо видно это только малая часть и вот туда уходит еще далеко и вся она полностью забита вот машина стоят даже поперек в общем будет очень проблематично сюда вернуться и так на этой неделе у меня связался такой замечательный крошек это малышарик сзади у него цветочек такую игрушечку я вижу уже не первый раз это повтор и их бывает иногда очень много я вижу поэтому ничего нового в ней нет это постоянный житель моего магазинчика поэтому еще один постоянный житель это тоже крошек но из сме шариков на этого крошка есть мастер-класс на моем канале поэтому если заходите переходите ссылочка будет внизу в описании там мы его вместе с вами вязали кто захочет присоединяйтесь пожалуйста так что крошек у меня тоже получился далее связалась замечательная мишка мишка девочка тоже вязала ее не первый раз раньше я ее делала в другом цвете платьюшки она была бледно-розовым потом я попробовала вот в таком цвете в бордовом и мне она даже понравилась намного больше потому что стало более выразительной и яркой поэтому я решила что теперь буду делать в таком платьюшки цвете тоже не хвостик есть и юбочка платежка у нее не снимается так связала я еще вчера такой брелочек это брелок человек-паук очень легко его вязать просто кружочек и вышиваешь черной и белой ниткой поэтому очень легко очень просто и в то же время симпатично многие мальчики маленькие или молодые люди и девушки тоже молодые у которых нет много денег чтобы купить себе большую игрушку могут позволить себе вот такой маленький брелочек он довольно дешевый и его может купить себе каждый и еще вчера я начала вязать другую игрушку это нюшенька но я ее не успела доделать то есть она у меня в процессе сегодня я постараюсь конечно ее закончить я сделала туловище и прическу осталось ручки-ножки лицо и бантик и нюшенька будет готова так что пока что она у меня лежит в процессе еще у меня связалась такая куколка это будет кукла леди бах но к сожалению я не смогла ее доделать потому что такой цвет ниточек на волосы у меня закончился и у меня не получилось ее доделать на этой неделе я сегодня схожу обязательно куплю такой цвет и продолжу ее вязать в общем по размеру она но больше 20 сантиметров можно посмотреть сравнение с ладошкой чуть больше ладошки я ее вижу постоянно также я делаю наподобие леди бах просто обычных куколок по этой же схеме и у меня в планах обязательно сделать мастер-класс на такую куколку но а пока вот по времени у меня никак не получается уделить ей время и снять для вас такой мастер-класс надеюсь что в ближайшем будущем обязательно вам его сделаю и еще связались у меня на этой неделе единорожки это мятная единорожка с сиреневым такие у нее волосики грива разноцветная она сделана из плюша ручки ножки у нее шевелится она может стоять и сидеть вот эта маленькая единорожка она уже совсем скоро поедет к своей новой хозяйки на выполнена на заказ и совсем скоро отправиться к ней уже домой к маленькой девочке который мама на новый год решила подарить такую интересную игрушку вот и связалась тоже еще одна единорожка это единорожка намного больше по размеру такой покажу ее размер у нее где-то 35 сантиметров она тоже сидит стоит точно так же как и мятная единорожка разноцветная у нее грива она чуть побольше чем то почему тоже такая милашка ждет свою принцессу и я прошлых видео рассказывала что я вижу плед для маленькой новорожденной девочки наконец-то я его связала он получился очень красивый мне так понравилось ему вязать я с таким удовольствием этим занималась и сейчас я хочу сделать еще несколько таких пледов разным узором но уже на ярмарку в общем он получился плотный как ониял к вот эта вязка крючком очень мне понравилось он такой прям вот тяжеленький плотненький и ушло конечно на него очень много мотков пять с половиной мотков размер у него 90 на 60 у меня получился окантовку я сделала тоже плюшем рачьим шахом но другим цветом получилось очень симпатичным и конечно с этим пледом я очень намучилась в том смысле что не связанием а с пряжей потому что сначала я купила четыре матка и мне их не хватило и хейм когда я пошла искать на пряжу в магазинах то она закончилась вот этот цвет он закончился во всех магазинах в нашем городе я попросила привезти на заказ мне эту пряжу но на базах в москве она тоже закончилась и найти ее было ну практически невозможно я не знаю сняли с продажи этот цвет с выпуска или просто все его разобрали к новому году и вяжут поросят в общем не знаю в чем дело и мне пришлось очень долго его искать я нашла все таки его на масть на ярмарке мастеров у мастера у двух мастеров один был мастер в брянске и другой в москве у одного мастера оставалось их тоже 5 мотков наверное у другого не знаю сколько но тоже мало в общем в итоге с пересылкой он мне получился бы довольно таки дорого чем в моем магазине и я взяла сразу 4 мотка этого плюша чтобы доставка раскидалась на маточки было не так дорого но в итоге все таки я победила я его связала мне он очень нравится поэтому если вы вдруг будете вязать тоже плюшевый плед то смотрите на номер партии чтобы была одна партия и берите сразу количество мотков пять-шесть чтобы у вас точно хватило они как я чтобы бегала по всему городу и искала эту пряжу сейчас попью кофейку и почитаю книжечку потом пойду магазин в данный момент я читаю агату кристи это шестой роман про мисс марпл у меня полное собрание сочинений мисс марпл я их потихонечку читаю прочитала я уже практически до конца хотя должна была вчера и и закончить потому что сегодня с 1 декабря начинается новогодний книжный марафон и за две недели мне нужно прочитать пять книг а я еще не дочитала вот эту не знаю когда что буду делать ничего не успеваю нужно и вязать и читать еще хотела немножко по вышивать нашла на просторах интернета замечательное видео где рассказывают как сделать игрушки на елку вышиты на пластиковой канве я уже купила пластиковую канву но никак не доходят у меня до руки до нее и нужно подобрать ниточки которыми я буду вышивать а так как у меня все завалено коробками в зале и добраться до них я просто не могу поэтому не знаю успею ли я к новому году сделать такие игрушки себе и своим близким я сбегала уже в магазинку затарилась пряжей купила я сегодня только детскую новинку больше никакую пряжу не брала это акрил вот этот цвет 377 кофейный в нем 50 грамм и 200 метров в 50 граммах в общем купила я таких два моточка это будет олень по мастер-классу очень красивый в прошлом году я его уже вязала поэтому в этом опять хочу попробовать и к этому оленю я купила вот такую детскую новинку этот цвет зеленый он очень похож на цвет елочки и вот как раз этого оленя в свитере зеленым с белым я и буду вязать и еще буду в красном свитере вязать в общем в красном прошлом году вязала мне очень понравилось в этом не знаю пока посмотрим как будет смотреться но цвет очень красивый поэтому взяла и зеленый цвет также взяла красный это цвет да красный бывает еще красный мак но это просто красный в общем тоже такой красивый яркий и взяла я еще цвет тоже коричневый долго смотрел нужен ли мне такой этот цвет бежевый но на бежевый он не очень похож он ближе к коричневому я хочу сделать мишек до этого я делала песочным цветом удачным выбором но в данный момент его в магазине не было поэтому решила взять детскую новинку и в две нити сделаю девочку мишку вот какую я сегодня уже показывала в платьишке еще одну в общем такой цвет еще взяла желтый желтый желток я буду вязать пикачу брелочки и железного человека там тоже требуется на маску и на полоски желтый цвет он у меня закончился взяла также синий который мне нужен был на волосы дипах этот цвет василек ярко-синий и из него же я вяжу штанишки миньонов кстати желтый купила можно будет и миньонов сделать они у меня закончились и последний цвет я взяла такой лазурный светлая фиалка он называется бирюзовый очень красивый цвет из него скорее всего сделаю каких-нибудь заек пока еще не решила просто понравилось и взяла в общем вот такой у меня был поход в магазин столько пряжи я прикупила сейчас еще покажу что еще есть купила это вот такие маленькие шармики пуговички на игрушечки значит это елочки очень мне понравились эти елочки мне кажется вот прям на оленя будет очень красиво смотреться в общем одна из них золотая но вот дома уже темно не очень видно одна вот золотая и две серебряных сзади они на как обычная пуговичка пришиваются стоят они по 8 рублей одна штучка в общем вот таких елочек я себе купила далее купила снежинки вот такие снежинки тоже мне очень понравились смотрите какие классные нас ветерок какой-нибудь игрушки будет очень красиво смотреться на новогоднюю тематику купила брил то тоже такая она как пуховка елочка мне очень понравилось и пластикового олененка такой классный веселый я хотела сделать большую куклу зимнюю в шапке с варежками и вот на свитер такого оленя ей будет очень красиво пришить поэтому он пластиковый это очень мне понравилось и в принципе стоит недорого 10 рублей штучка конечно же можно наверное найти на каких-то сайтах на алиэкспресс такие вот забавные пуховки но их ждать очень долго их надо было заказывать конечно же не сейчас а летом чтобы они успели прийти а я про это естественно не помнила поэтому решила взять в магазине вот такие их замечательные штучки в общем вот такой у меня был поход по магазину сейчас пойду продолжать вязать на этом я буду заканчивать свое видео я пойду вязать игрушки продолжать свои начатые проекты и совсем скоро мы с вами встретимся в новом зимнем влогмасе а всем кому понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали а также подписывайтесь на инстаграм ссылочки будут внизу в описании там я постоянно выкладываю новые фото своих игрушек всем до новых встреч пока пока